Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, в студии Владимир Сметанин. Почти у половины кировчан нет никаких накоплений. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Суперджоп». Лишившись всех источников дохода, 20% кировчан смогут прожить на свои сбережения 1-2 месяца. 13% опрошенных заявили, что не продержатся и 1 месяца. От 3 до 6 месяцев за счет финансовой подушки безопасности продержались бы 7%. От полугода до 1 года 6%. Только 5% опрошенных смогли бы жить без доходов больше 1 года. При этом исследователи отмечают, что в той или иной степени учет своих финансов ведут 64% кировчан. Чаще всего это делают горожане с доходом выше 80 тысяч рублей. «Экономика». В правительстве представили бюджетные расходы на 2023 год. Традиционно бюджет нашего региона будет социально ориентированным. На социальную сферу направят чуть более 52 миллиардов рублей. Это 62% от всех расходов, пояснила министра финансов Лариса Маковеева на совещании в правительстве региона. На образование направят 21,5 миллиард рублей. Эти деньги пойдут на строительство школ. В следующем году ввести в эксплуатацию должны 10 зданий. Расходы на здравоохранение составят почти 13,5 миллиардов рублей. На культуру чуть более 1 миллиарда. Более 10,5 миллиардов составит Дорожный фонд Кировской области. Еще одна важная сфера расходов – формирование комфортной городской среды. На эти цели предусмотрено почти 400 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт 145 дворов и общественных территорий. Отдельной статьей расходов станет благоустройство кировских парков. На них из резервного фонда правительства страны выделят 540 миллионов рублей. В эфире «Экономика». 14 поддельных купюр выявлено в Кировской области. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячные банкноты. В третьем квартале этого года их изъяли 6 штук. Также обнаружены 4 банкноты номиналом 2000 рублей и столько же номиналом 1000 рублей, сообщили в Кировском отделении Банка России. Кроме того, в этом году выявлена поддельная 100-долларовая банкнота. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова